доброе утро мой добрый зритель я тут с утра балуюсь пока чайничек закипает вчера связал один носочек начала 2 ну как мне свойственно последние дни стирал постирала прям на ночь леденочий сыровый сырый носок и играю с пуговичками наверное остановлюсь вот на эту казалось бы сядь в своей резиденции на кресло посиди такое утро хорошее я не могу мне надо решить какие пуговики вот наверное этих остановлюсь хотя вот цвет белый да так вижу из ализе мохер классика то если вдруг новенькие пришли вот этот молочный цвет он такой благодатный не обязательно в цвет хотя я в данном случае да перед этим были контрастные пуговички сиреневые на носках почему-то думаю именно о пуговичках в цвет между вот этими тремя так и где у меня вот видите как красиво они тоже такие же молочные вроде утра что-то света маловато на балконе и тем более подобные пуговички в отличие вот от этих это своя прелесть а здесь тот факт что где у меня указка то можно пришить контрастной ниточкой например да или даже вот такой ниткой в цвет это будет очень красиво ну может быть в следующих нас как мечу 2 мотка такого вот всего упаковка 5 вот может быть я и эти сделаю сейчас хочется остановить вот эти у меня пуговицы откуда-то я сняла и конечно их так сказать пригнездить уместить дать им жизнь будет наверное правильнее было бы вот а эти у меня новенькие куплю ну как новенькие для чего-то я покупала и не пошли можно еще куда-то их пристроить их много но мне и нравится в общем то а так как я уже сказала да любые контрастные вот смотрю красненький сейчас красненький приложим вот такая красота но их всего четыре я тоже от какой-то рубашки и поэтому я их пришью на те носочки где отворот будет поменьше потому что вот две пуговички неплохо особенно представляем с беленькой посредине ниткой но скудновато у меня довольно таки мощный отворот поэтому три лучше и вот не понимаю почему этот телефон с утра не дает мне красиво показать фактуру пряжи вот как-то на теряется совершенно другой клинкор на мой старенький телефон где нельзя так сказать снимать видео но отлично передается вот фактура пряжи буду делать фотографии именно вот на этот телефон для дзен на тот момент когда вот этот ролик идет за день или за два увидели мои пуговичные изыскания пораньше так вообще я начала с поиска вот этих пуговиц они белее чем топленое молоко это тоже откуда-то пуговки взяты по-моему их три пусть одна останется я на какие-нибудь носки прилеплю а вот эти как это сама пубочка белая телефон а на ляпушки то вот эти они под цвет носка но я почему-то потом переключилась вот на эти пуговицы не знаю мне еще вот хочу 2 матками две пары вот эти сделал может быть вот и но хочется с конца с контрастным чем-то вот так прям прелесть две пуговицы тоже красиво но по тяжести это перебор вот одна пуговичка на такое полотно то что надо такие пуговицы знаете может это белую полоску про положить и вот эти потом пуговички пришить все таки я склоняюсь вот к этим малявкам а началось все с это да так началось что вот уже чайник скипела я уйти не могу надо закругляться мой добрый зритель а то сейчас опять кофе остынет так видите стоило голубенькие положить пуговички и уже у нас такой зимний вариант особенно если вот голубенькую сделать обвязку ближе к зиме я чувствую меня будет бело-голубые варианты сейчас не хочу вот я просто к тому что какие пуговицы не приложи на белом фоне абсолютно все здорово пуговиц у меня много тут мне еще лишь кабель прислал о ну-ка конечно что-то толстенькое то есть трикотажной пряжи связать да и вот в таких кстати мешочек оранжевыми пользовались популярностью чаще всего каких только носочных изделий я вот с этими оранжевыми малявками не навязала это конечно приколоться но пуговичка в этих мешочках очень трудно найти одинаковые пуговицы но парочку можно найти вот эти вот малявки меня выручали их прямо было много одинаковых смотрите какая пуговичка попалась мне штамповали вот здесь вот я ее не выбрасываю я ее не выбрасываю то можно какие-нибудь стилизованные часы и сделать в кукольном домике я обычно не плюшки наоборот мне лишние вещи не мое но иногда в общем я пошла чай пить на этих остановимся у меня кстати закончилась сенокосная пора очень хорошо высох укропчик цвет я не знаю телефон как передаст прямо зеленый зеленый потому что не на прямых солнечных лучах спасибо девчата всем кто пишет что в духовочке там сушит еще где-то на сушу в естественных условиях все прям по-взрослому вот у меня вилла есть я шебуршу переворачиваю менее сложно и достаточно вот так на корейной баночки да это у меня правда базилик не помню надо сушить еще одна стрижка базилика домашнего я выращиваю в горшочке сейчас уже не принесла кстати вы просили меня про толстянки рассказать вот и баночку я не помыла баночку придется тебе пока не высохнет банка еще полежать а я ведь это самое вот сейчас белье стирается чтобы времени терять думаю беру укроп мелкие такие дела делаю пропылесосить я пропылесосил в общем я планирую сходить сейчас на на поле у нас сегодня солнечный день прям не верю глазам своим так ладно баночку подготовлю пересыплю ну все укропчик прям молодец хорошенький ароматники все и небо чистое надеюсь пока белье сохнет ой сохнет крутится стирается ничего не произойдет аж прям непривычно тучек то не видеть немножко надо принять солнечные ванны минут на 40 схожу на поле девчата кто спрашивал про толстянки значит новенькие сейчас не поймут старенькие в курсе мы с вами их пересаживали все с ними в порядке прям явно двинулись в рост вот эти новенькие листочки ну и вообще вид я и если найду мы должна найти вставлю фотографию какими они были сколько недель назад ну вот не но лето было я пересаживала лет и июнь еще и продолжается очень меньше месяца назад может пару недель может три недели я не замечаю вот этот девочки да я сбрызнул толстянки не любят воду лишние и так далее все понимаю но раз уж я их притащил на балкон пусть у них будет банный день мои толстянки любят душ ничего поделать не могу вот вот эта пипонька она тоже живее всех живых единственная силеночку не маловато и корнишочки у нее слабенькие потому что это у меня растет если это прямо тветочка такая отломленная то это растет когда я формирую толстяночку и беру выворачиваю два листочка вот этих до центральных здравствуй мусорная машина я посадила и у меня теперь растет все если раньше у меня не росло абсолютно вот как я хотела толстянка у меня не получалось то сейчас чтобы я не посадил у меня все идет и вот это вот малявочка из такой вот можно сказать сердцевинки как правило я их выбрасываю этой сердцевинки а это у меня был ну не знаю такой порыв проредить свою толстянкой делать раз в года три я очень мощно проредилась еще не все кое-что я отдала в общем хотя сказать за исключение вот это все в порядке нет все в порядке абсолютно все в порядке везде растут прям заметно здесь сразу уже видите два решочка выходит это вообще шикарный будет деревце пойдет ствол раздваиваться вот кое-где надо будет формировать вот этой позже я немножко но их надо переходильные домики предоставить вместо подоконников нет я скорее всего ну такую композицию цветочную создам надо еще пару маленьких кактусов каких-то плоскую такую плоскую плошку можно сказать плоскую чашку пару кактусов магниты придается может быть ближе к осени вот мне нужно конкретно вот если я подарок кому-то буду формировать и хорошо бы такой вот молочай треугранный я со всех сторон сейчас я поставлю вот так как но растут очень хорошо себя чувствует все абсолютно двинулись в рост ну а в отдельные горшочки да я принесла только один еще есть такими на подоконнике носить не хочу тоже у нас сегодня душ тоже принялся прям видно что вот эти были поменьше листочки и пошла сердцевинка но они прям все чудесные какой-нибудь красивый горшочек купить в качестве кашпо и поставить ведь какие у меня тарелки крутые так вот все хорошо ответил на вопрос девчата давайте плед я вот так покажу сегодня разворачивать не буду чтобы завтра в делах вязальных или когда я буду вязать его вязать снимать вязальный ролик вязать я буду сегодня его продолжать было что показать продвижение до от предыдущего ролика который вышел вот сегодня я перешла на два новых моточка то есть продвижение есть они еще обязательно будут мне очень нравится что получается вот цвет у меня еще есть тоже я в мыло 37 рф бежевый такой может быть еще и бежевый сижу не знаю хотя из бежевого хочу джемпер сгнашить с остатками желтой пряжи которая вот осталась от недавней связанной блузочки и в общем идет продвигается покажу вы знаете что я думаю ада покажу делах вязальных мысли соскакивает нужно все-таки игрушку связать вот зайка зеленый будет очень классно к этому пледу поэтому так не хочется я даже знаете что вытащила сейчас покажу вот такой набор я получила выиграла представляете эльвира костенко магазин имеет дель я поэтому свою эльвира костенко дель конкурс проводила каких слов не было значит в моих видео что ли или как-то там спрашивала но я взяла написал матерных ну чек спрашивает надо же ответить совершенно не предполагал участие в конкурсе это такой интересный вопрос пишите каких слов никогда не было моих видео но я взяла написал матерных а эльвира имела ввиду слов правильный ответ был подписывайтесь на канал ставьте лайки вот этого никогда не было но кто-то так и написал может и не написал очень всем кто ответила на подарки я обомлела когда мне пришло идите грызе посылкой и тут инструкция зайка но я по инструкции никогда не вижу пряжа давайте я сейчас шуршать не буду в кадре за кадром прошуршу вот смотрите здесь пряжа бахар крючочек кстати крючочек очень подходит по цвету к пледу вот может крючочка подарить к пледу вот наполнитель 50 грамм мне почему-то кажется маловато этого наполнителя но я не могу утверждать потому что давно не вязала игрушки инструкция ешь открывать мы не будем потому что с этим строго чью нибудь интеллектуальную собственность еще не дай бог затронут инструкцию в общем здесь тем более я по ней вязать не собираюсь то что я научилась вязать ножки-ножки потом соединяю в общем как пойдет когда-то я вязала зайчиков даме даже из плейлист игрушки от танюшки вот как давно это было ну какой какие игрушки я вязала был дел и вот на них на вдохновение мне вот к зеленому пледу бы каком-то лягушонка коробчонки и вот еще здесь идут глазки на безопасном креплении иголочка для сшивания ленточка которая вот видите на ушки а мне не нравится ленточка на ушки она здесь очень аккуратно завязана и вот если бы я связала белую игрушку с таким зеленым шарфиком как прям этот крючок намекает каким цветом должен быть шарфик да любым хоть желтеньким хоть красненьким какой был бы это преподорог к пледу прям приложение чудо но не хочу вот так вот я посмотрю может быть пока я вижу плед вот так вот полюбуюсь полюбуюсь и рискну не знаю вот иногда хочется вязать игрушки иногда нет хотя классно было бы я люблю к пледу игрушки так что реверик спасибо вот если нападет начну вязать одни игрушки между коллекциями коллекциями сейчас плед напали напали пледа я еще хочу вот но так девочки но и джелонг ой про джелонг не спрашивайте я вчера два рядочка связала и думала что я вообще не знаю сколько я потратила у меня тут теперь опять новая ой ай кажется мне что вот 16 петель на планку пуговицы я не буду пришивать их многовато надо было где-то помечь можно в принципе еще крючком петли то переделать но распускать я сесть не буду а с другой стороны вот одной рукой мне удобно когда все это после стирки немножко скукожится выпрямиться в длину вроде как планка то и ничего даже не могу посчитать сколько я петель набрала в общем сумнение сейчас бы я наверное 14 вот так вот на 2 поменьше бы набрала петли но с другой стороны когда будет готово изделие и планочка будет смотреться кургуза это не есть хорошо поэтому мне же еще предстоит вот в этом но еще провязать может быть сантиметра и провязать ложную кетлевку увеличивать петлю два раза на спицах двоечка то пряжи то 750 литров на 100 грамм я о мелькнул мелькнул цвета правильный если ты ты кетлевку пройду а если это кетлевку пройду все дальше пойдет ничего ничего путь я хочу такую вещь я хочу такую вещь очень прям очень хочу такую вещь в общем сегодня решу пока немного провязана нет ничего менять не буду ничего менять не буду если я буду делать застежку какой-то красивой заколкой булавкой фигуристой такой фигурной булавкой маленькая здесь не нужно а на плечах у меня будет в два раза меньше например это самая платочка вот такие пироги очень красиво очень красиво так что-то хамелеонишь ты хамелеон это главное все правильно и так и так правильно я 200 набрала я даже сочетать петли не могу в итоге сколько потом еще прибавила подумал подумал мне нужно широкой горловины терпеть не могу горловины узкие представляете иду пением птиц наслаждаться а здесь какие-то вон метаморфозины трактор кстати проехал фырчит где-то за деревом вот он дружочек из-под кустов я вышла не знаю что это как это но хочется птичек послушать они так поют у нас хорошо кажется уезжает но я пока по тропочкам погуляю мне вот просто как это сказать насладиться солнышком так редко у нас стала хорошая погода я не ворчу я люблю очень люблю поэтому завтра опять дождь передают ой нет послезавтра завтра как это сказать просто 17 градусов облачно так значит монополюшка пойдем в общем он разворачивается и опять сюда каждого своя работа сейчас мне опять за фото корреспондента примут но мы не доходя до полюшка найдем чем позаниматься он сколько друзей встречаем сейчас спугну наверное дай приближение извините простите пошла я дальше опять по бездорожью типа в деревне а птички поют не за вам слышно или нет такая прелесть я хотела выйти на проселочную дорогу и минут сорок ну как круги как мы говорим поворотные ряды обратно поворотные ряды это мой норм у меня нет кстати какой-то шагомер татьяна еще что то нет зачем он мне нужен в удовольствие пока ходится хожу как перестанется устанется какие-то цветочки цветочки пчелку боюсь сеть я птички поют вообще просто прелесть шелест листвы и пение птиц я порой зимой включаю шум моря или пение птиц чтобы просто насладиться этими звуками они меня слышат они перестают я говорю они перестают петь птички давайте по очереди сейчас я перестану говорить а не петь начнут кстати вот здесь куча песка было ее сейчас нет может быть работа мужчины с этим связано не знаю но до полюшка я дошла такое впечатление что у рабочих обед но каждый могу не поздороваться и вас не поздоровать с полем вот техника стоит отдыхает но это тоже как с какой-то агрария связано просто я совершенно не понимаю я сейчас выключаю камеру и по проселочной дороге с огромным удовольствием погуляю какая красота в августе по моему это все желтеет судя по прошлым годам вот такое зеленое морюшко может удобрения какие закладывать не знаю я редко вижу здесь технику но я в ту сторону в ту сторону погуляю с огромным удовольствием и завязание собой не взяла собой только водичку взяла хочу сейчас отдохнуть а потом хорошо поработать самолет летит но я наверное не представляю вообще вижу не вижу вот тут вот у нас летит самолет к березкам сегодня не пойду не знаю самолет сняла не знаю нет но березки точно видно видно там сейчас пробежали три собаки я очень собак боюсь прям не на шутку меня конечно есть ангел-хранитель папочка он умел с собаками как-то ладить разговаривать но я рисковать не буду вроде дожди были на земля такая вся сухая потрескавшиеся а ягода такая переросшие чувствуется это чьи-то дачи были я для новеньких просто расскажу что сейчас у нее самый самый период идет мой намек на ягодку нашла ты смотри как поперло ты да песок везде убрали вот это наверное как раз этим может техникой связано я не знаю что к чему вот тут она проезжала выезжала а я пришла грушеньку навестить наливаешься красавица привет красавица дикая я не скажу что они побольше стали вроде такие же кто сегодня будет фотомоделью давайте вытри красавица чего здесь только не найдешь хрен даже хрен растет да когда-то были дачки чуть позже хотел за малинкой прийти а здесь хоть сейчас кушай представляете две виктории не спрашивайте какие две малинки ой привет дяденьки мы с вами как шпионы из-под кустов сейчас будем все все знать я домой не буду дяденьки мешать все равно не понимаю что он делает и собак боюсь что вы думаете любопытство взяло вверх пришла трактор трактора как он быстро уехал караул ну правильно то пока ягодку порвешь пока то все а а как же у меня мог банк вот фотография в общем пока меня не спросили что я здесь делаю он приближается приближается убегаю по шпионили и будя про собак ты про пап я начала пап когда маленький был жил на кордоне и очень много километрах школа надо было идти там собаки встречались вот и он говорит вот как-то в детстве научился с ним разговаривать подружился не знаю так дальше шпионим развернулся я думаю сейчас выпрыгнет из кабины скажет а ну-ка нет ладно и так интересно я не забрал что он делает крылатый трактор удобрение наверное рассыпает поливает рыхлит ничего запах не нравится здесь так танец шпион так такой раз начинаю пятый и вот я не знаю что с собаками творилось просто когда мы потом взяли земельный участок я не раз видела как папа просто одним взглядом останавливал собак мы взяли как-то в черте города участок и ну ходить там картошку сажали маму не брали даем с папой вот мы кстати уже пришли вот и одно время один год там была такая огромная семья собачья и если бы не папа я наверное бы просто не могла пройти там и он всегда когда мы доходили они вставали так в ряд эти псины я не знаю что папа делал взглядом руками ногами и они буквально вот как как шелковые становились смотрели такими глазками умными и ничего не делали мне приходилось как бы вычленять то что папа говорит собакам это что мне вот эти он совершенно одним голосом им говорит 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 что ты вдруг так резко мне та не а теперь вправо и тихонько ничего не бойся просто проходишь они могут пойти за тобой могут понюхать никаких реакций не давай опять так с ними тут это это ты это ты это ты вот и на самом деле спокойно все это происходило и когда мы на дачу шли из дачи шли одна и та же картина была вот так что они так усмирялись а со временем потом уже как-то и меня полюбили мы брали им что-нибудь покушать но меня всегда восхищала вот умение папы бабочка пролетела зря я не кстати не взяла вязание можно было как-то здесь сфотографировать но я решила отдохнуть вот умение папы просто усмирять их злые такие глаза злой оскал превращался сразу какой-то такой вот наивный головушка они как-то так вот на бочок и смотрели что и как а трактор опять приехал вот это меня конечно восхищало поэтому каждый раз когда я вижу диких собак я папочку прошу чтобы со мной все было в порядке да кстати сумочку ношу очень она мне нравится кто-то говорил все-таки тара фитане водичка телефон и шарфик взяла знаете обгореть боялась это вы кому сказать при 20 градусов но солнечная погода я сразу обгореть боюсь так что сумочка очень довольна это мы сами покупали в каком месяце то я не помню уже но я благодарю за такой прекрасный день чудесное небо солнышко я жду по прогнозу когда у нас будет три солнечных дня подряд хочу в одно место сгонять съездить там минимум на три дня надо вот но как так не получается то дождь то у меня не отложное дело но ничего лет впереди еще попытаемся нет сделаем съезде мой добрый зритель на фоне этого очаровательного букетика я хочу сказать тебе наше традиционное огромное спасибо за внимание и до новых встреч они обязательно будут до новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует...